Ммм, слушай, это федевральный повар. Это вообще божественно, мягко, вкусно, обалденно. О, вот он, глязач, ты, бежит, побег. Раски, засранцы, глянули засранцы. Если он прицепа, им не нужен прицеп. 72, содержание нитратов в норме, ну вообще шикарный огурец. Палаток здесь реально много. Вот первая, у нас приехал патриот, и там тоже прицеп, ну такой самодельный. Решили мы съездить пятерочку, продуктов у нас нема. Вот, и нас установили ДПС. Супчик, пак. Да, ужин у нас. Нет, обед это. Это обед, да? Да. Супчик. Сэндвичи, супчик. Причем сэндвичи сделала, я подписала имена там, КСЮ. И получилось КСЮ. Так мило. А, точно, КСЮ. Да, вот первая буква. Да, КСЮ. Да ты просто у нас золото-бриллиантово. Прям провидение было. В нашем доме поселился нежелательный сосед, который задает странные звуки. С одной стороны, не похоже, что кто-то грызет кто-то. Звук очень странный, в одном и том же месте. Ну что ты ров ломаешь? Сейчас тебе так постучит в ответ. Орлей там нашел себе большого друга. Все, отгони этого рыжего. Отгони его отсюда. Пошел кусать нашего хорреля. Давай, пошел откид! Давай, давай, давай! Нашли мы источник. Дерево это. Отставим. Короче, Антон, вчера бы пришел. Вон, все у нас. Непонятно, ни то насос, ни то в кране проблема. Вода течет чуть-чуть. Ну, мы кран, на самом деле, по итогу покупали вообще. Самый дешевый, чтобы вообще понять, как эта система работает. И что-то все-таки подсказывают, что дело в кране, а не в насосе. Да, включаешь, и вот идет прям хорошо вода. Сань, фермируем, что я. Течет вода. Круто. В чем в итоге проблема-то? Проблема в том, что в Камкаре были, там в воде из колонок много песка. Он, короче, походу, и сам насос забитый. И, соответственно, кран. Отверстие маленький. Не продавить просто. Короче, это и так. На замену? Ну, по большому эффекту. Ну, насос, что, видишь, работает. То есть... Спасибо большое. Починил мне кран. Лучше, чем ничего. Да, обалденно. Офигенно, вообще. Вот, я молодец. Да, ты безумно офигенный молодец, вообще. Ужинаем мы. У нас ребрышки, сыр. И все это мы делаем под телевизор. Прям, слушайте, настолько это клево, когда при цепе есть вообще абсолютно все клюшки. Это телевизор, там и плита такая, и мультиварка, и холодильник, и какого-то машина. И напишут, что у вас нету туалета, и душа, это не прицеп. О, да. Это прям профессионалы, которые постоянно катаются с прицепами, с автодомами. Они точно знают, что вот, ну, по-другому никак. Вот. Это все иногда кажется по комментариям на эту тему, что вот потенциальный путешественник с автодомами, понимаете, засранцы. Грязнули, засранцы. вот прицепы, им не нужен прицеп. Можно просто кибитку сделать с душем, короче, и с туалетом. Ну все. А поспать в машине можно? Не то. Вот сделали, придумали прицеп каплю, неправильная концепция. Надо придумать прицеп, душ-туалет. Возить с собой? Да, и все. И, судя по всему, это будет фурор. Светлана Романова, ваш комментарий и ваш вердикт. Мне лично очень нравится сочетание авто и все. Да, и справлюсь. Судя по всему, мы съездить пятерочку. Продуктов у нас нема. Вот. И нас установили ДПС. Это мы уже шугаемся их. После того, последнего раза, когда нас остановили с прицепом, и сотрудник доказывал, чтобы не имеем права этот прицеп с собой тягать. Доказывал, доказывал. Мы ему доказывали, доказывали. Он решил, что ладно, хрен с нами. Отпусти у нас. Что хотел? Просто так, что ли, остановил? Выдох на меня сделайте. Я вот сделал. В желудке проблем нет. Я кисляв просто идет. Прям очень культурный, да? Нет, чтобы, ну, типа, не пахнет алкоголем, езжайте дальше. Надо высказать все нюансы. Ладно, едем. Это, скорее всего, я сейчас полоскалку, потому что там штука. А, ну да, полоскалку. Погнали? Ну, посмотрим, сколько народов. Да сейчас, где мы сейчас, не надо. Ну, в теории, да. Ты взбежал уже? А где корзинки? Опа, корзинку я схватила. Пятерочку. Ксюша угостили арбузом. Сейчас мы померим нитратомером. Сколько нитратов в этом арбузе? На-на-на-на-на! Моненты истины. Да. Надо выбирать арбуз. Втыкаем. И мерим. Ну, 108. Значительное превышение нормы. Ну, такое. Ну, сильное. Ну, да. У меня бывает там при норме 60 пока там 500. Другое место. И 109. Ну, норму 60 и результат 109. А кто больше? Наш насос что-то хандрит в работе. Вот он жужжит, он работает, но ему не хватает мощности, чтобы догнать воду вот до крана. Ну, водичка пошла. Причем, он то может сделать, то не может сделать. Да, он тут циркл. Личный двигатель. По какому принципу интересно? Он то работает, то нет. Все, да, силушки у него иссякли. Он греется еще дико. Горячий, да? Ну, триньдец. Он устал. Да, блин, мне кажется, все-таки его карайские пески измучили. Ушатали. Да, ушатали все-таки. Возникает дилемма, у нас запасного насоса нет, но у нас есть душ. Либо мы сейчас изничтожим душ, и у нас будет кран, либо не знаю что. Ну, в общем, предлагают вот этот душ наш раскромсать ради того, чтобы починить кран. Проблему с насосом и краном временно решили вот таким вот методом. Вот получается у нас летний душ. И вот так вот я его примастырила. И очень удобно. Вот берешь там кнопку, включаешь, и он льется. Причем, ну, напор можно настраивать. Я вот сделала средненький. Вот. Самое смешное, что мы купили, когда были на фестивале, дорогущий немецкий насос за 9 тысяч рублей. Но мы настолько ленивые задницы, что всю эту систему не поставили, пока были в Краснодаре. Жара. И в итоге сейчас выходим вот такими вот из положения, такими способами, нетривиальными. Ну, ребят, что может быть лучше, чем начать утро с купания в кристалле в чистом море. Каждое утро приходим сюда на пляж. Народа еще совсем немного. И вода прям прозрачная, чистая. Ну, она чуть-чуть, конечно, цветет. Сейчас все-таки можно сказать в середину июля. Вот. Но в общем и целом прозрачность очень хорошая. Сейчас я вам это продемонстрирую. Прозрачность вода классная. сегодня мы уже отдыхаем здесь. Там четвертый день. Сейчас думаем, куда нам отправиться дальше. Варианта два. Либо где-то по Кубани поехать, ну, то есть по Краснодарскому, по бережу Краснодарского края. Либо все-таки в Крым. Но пока решение окончательно не принято. В Крым, наверное, больше хочется поехать где-нибудь ближе к концу августе, начало сентября, когда народ уже будет намного меньше. Плюс в новостях сегодня что-то говорили, что 20-го, 21-го, 22-го числа вроде как мост закроет на какое-то проведение учений, что-то такое. соответственно будет ажиотаж и по выезду и по въезду еще где-то пару дней. Хотя неизвестно на сколько его закроют. На что закроют на час, на два. В общем, ничего не понятно. Поэтому пока завершаем здесь. Ну, чему, собственно, вполне довольны. Вот такие друзья дела. Палаток здесь реально много. Вот первое. Вот приехал Патриот и там тоже прицеп такой самодельный. Вот. Ну, территория относительно большая и она вся прям утыкана автодомами, прицепами. Ну, конечно, больше людей с палатками. Вот здесь такой большой микроавтобус перетащил большой прицепчик. А там вот с палатками люди. Здесь, конечно, плюс это много деревьев и в итоге как бы тень-то есть и это очень здорово. Море сегодня обалденное. Вот тот самый столб, которому присасываются к электричеству. Вот еще палатки стоят. Вот там люди отдыхают. Ой, там даже этот Сталин. Ну, вот. И здесь уже проход так закрыт. Пойдем в обход. Там вот еще один туалет зелененький. Здесь люди отдыхают. Вот наше место дислокация. Здравствуйте. Здравствуйте. Сходил я. Кое-куда. Ну, что, нормально. Довольно. Ну, да. Счастье привалило. Сонечка сходила и купила нам овощей на местном рынке. Сейчас мы померим нитраты в них. Нисколько безопасно их кушать. Так, ну, давайте найдем сначала кого? капусту, кабачок, клубника, лук, лук, морковь. Ну, где в этом? Огурец Г. Грунтовой. Огурец Т. Ну, какой он интересный? В теории я выбрала Т. Нет, надо грунтовой. Нажимаем. Все так просто. Спасибо. И протыкаем его. Протыкаем. И нажимаем ОК. Идет измерение. 72 Содержание нитратов в норме. Ну, вообще шикарный огурец. Теперь протереть надо. Теперь надо протереть. Ну, давай. Я не видела, да? Теперь помидорку надо найти. Помидор грунтовый. дриньк. Нажимаем ОК. 103 содержание нитратов в норме. Ммм, да, все гуд. Да. Значит, будем сегодня точить салатик с помидорчиками с огурчиками. Сейчас идем на морюшку, чтобы показать вам, какие там рачки по дну ползнут. И этих рачков поймаю я. Я как хищник. Друйте я сам и покажу вам. Да, они безумно милые. Ну, я же на них открыла глаза, вижу, что-то ползет. Ну, вот я его. А это маленький, хорошенький рачок. Не страшно. Не, они милые. Вот это паух трехметровый. Я постараюсь. Я тоже испугалась, если бы видела воду морскому трехметровый лови. Ладно, дуй давай, лови. Пришел ваш юный ловитель рачков. Показываю лов юный ловитель. О, это все же вырочки. Ловлячки какие. Сейчас, подержи их, хочешь, сейчас вылезают. Вот, они вылезают, смотри, бежит. Побег. Гляньте. Они еще и царапаются за раком. И причем каждый из них, каждый живет такой вот драчок, который сейчас сбежит. О, смотрите. Какое? Да, начат. Очень побольше. Нет, сразу болится. Ну, короче, смысл тонет. Что мы делаем с ним? Отпускаем, конечно. Отпустила. Добрая душа. Очень. Ну что, ты плавать или пойдем? Пойдем. Пойдем. Ну, ловились и хватит. Ну, давай, плыви. Под водой прям. Под водой? расскажи, как тебе отдых на море? Как тебе отдых на море? Классно. Нравится? Ага, ни с чем не сравнить. Особенно, когда находишь задание, точнее, цель. Понимаете, цель поймать все, блин, рачков этого мира? Да, либо с папой челленджи устраивать, да? Тоже весело. Все, плохо и выплыли, а тапок нет. Потому что мы уплыли, куда-то по корочку опускали. Пойдем, найдем нашу тапки. Не, наверное, в ту сторону. Ты что, по-моему, пляж начинаешь? Да не. Да не, Маша. Да, ищи тапки. Сейчас, Ксюха найдет. Вон, сколько народу. Ой, как же все-таки красиво на море. Пошла искать тапки. Молодец, конечно, учитывая, что мы их оставили около берега, но не нашла. Молодец. Глазастый у меня ребенок. Традиции, снимаю наш ужин, потому что, ну как можно без еды, да? Сегодня мы взяли стейк от Миротор, ой, от... Индилайт. Индилайт, да, по-мексикански. Ну, на гриле. Да. Получилось божественное. Да, Серега говорит, просто бомба. Ну, давай, Ксюша, ты выскажи свой вердикт. Сейчас скажу. Давай. Мясо мягкое. Свет от гриля, видишь, как получилось. Ну, да, она симпатичненько вышла. Угу. Как ты считаешь? Неплохо. Неплохо. Ну, Ксюша, она неплохо, это считаешь, шедевр высочайшего качества. Ненавистная кружка. Да-да-да. Как твое там это? Эго пожелает. Надо мне тоже затесить это мяско. Ммм. Слушай, это шедевральный повар. Это вообще божественно, мягко, вкусно, обалденно. Ммм. Невероятно. Я больше не могу терпеть и снимать. Я буду есть. Ммм. Ммм. Ммм.